Всем привет, меня зовут Илья, и сегодня мы будем запускать водяную ракету. Водяная ракета для меня это начало, причем неудачное начало ракетостроения. Начинал я свою водяную ракету из соломинок и экскрементов лет пять назад, и в итоге забросил наработки после неудачных попыток, причем в прямом смысле, в мусорный контейнер. Тогда даже было не жаль, что спустя год на горизонте появилась карамельная ракета, занявшая весь этот горизонт. Но что-то бросать недоделанным это не сильно на меня похоже, поэтому я все-таки решил вернуться к ним, водяным ракетам, снова. Любая ракета движется за счет работы реактивного двигателя. В основе работы реактивного двигателя лежит третий закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. То есть, чем у нас тяжелее наша ракета, тем больше нужно отбросить массы, чтобы ее сдвинуть. Тем быстрее это нужно сделать. Соответственно, как я говорил, чем у нас эффективнее массовый расход топлива, чем быстрее скорость выброса газов рабочего тела из двигателя, тем, соответственно, больше тяга. Но в случае, как вы видели, с ракетами на газо-воздушной смеси, масса отбрасываемая этих газов весьма мала и тяга, но тоже получается так себе. Но, тем не менее, можно же отбрасывать что-то достаточно тяжелое. Ну, например, в воду. Если в бутылку заправить воду и ее выбросить, то, соответственно, тяга будет существенно выше. Но как это сделать? Ну, проще всего, на самом деле, в емкость закачать воздух, который будет выталкивать жидкость. То есть, та жидкость, которая будет выбрасываться из ракеты, будет создавать тягу. Для того, чтобы понять, какая у нас будет тяга, нужно знать, какое у нас будет критическое сечение сопла. Ну, и скорость истечения газов, ну, в данном случае воды, из сопла. Ну, скорость будет, естественно, зависеть от давления. Ну, и есть закон Бернули, применяя который, можно найти вот эту самую скорость истечения газов. Ну, и дальше берем и пересчитываем все остальное. Вначале объемный расход воды, затем массовый расход воды, и из него уже находим, собственно, тягу, силу, которую будет давать наша ракета. Если все пересчитать, исходя из тезисов, что у нас сопло будет 8 миллиметров, а также у нас будет рабочее давление 6 атмосфер, в итоге для двухлитровой бутылки у нас получается тяга в районе 40 ньютонов. Ну, по расчетам получается 42 ньютона. Это достаточно много, примерно столько же, сколько на моих рабочих карамельных движках. Надо еще сказать, что хорошо бы знать время работы движка. Оно будет зависеть от количества воды, которое будет в ракете, и должно быть таким, чтобы воздух израсходовался не раньше, чем будет выброшена вся вода. Это количество от 1 трети до половины бутылки, ну, скажем, 1 килограмм. Тогда время работы двигателя будет 0,8 секунд. Итак, для изготовления пусковой установки для ракеты нам потребуется ограбить местный сантехнический склад. Нам нужны будут по порядку. Кран для аварийного сброса давления. Да, венец всему техника безопасности, конечно же. Манометр для контроля давления в системе хотя бы на 6 атмосфер. Переходник с 1 четвертой, это резьба манометра, на 1 вторую дюйма. Также нужен будет обратный клапан, который будет держать давление в системе. Переходник с 1 второй на 3 восьмых дюйма, ну и 2 Т-образных соединителя и 3 прогона. Ну и, конечно, главный компонент для запуска, это быстрый соединитель мама типа Гардена. Вот он, в идеале латунный. На 3 четверти, но уже с закрученным переходником на 1 вторую. Именно он будет удерживать ракету на старте и, отпуская его, ракета будет взлетать. Для ракеты, собственно, нужен будет коннектор ПАПа-Гардена. Из него мы сделаем сопло. Также нужна будет фум-лента или схожий герметик для труб. В качестве шланга к насосу гибкий шланг на 3 восьмых с вклеенным в него соединителем. Ну а в качестве ракеты просто пластиковая бутылка, литра на два. Для начала делаем сопло. Для этого распиливаем соединитель ровно пополам. Нам нужна будет только половина, которую мы присобачим к крышке бутылки с помощью магии. Ну или эпоксидного клея. Главное не забыть просверлить отверстие миллиметров 8-10 диаметром. Теперь начнем собирать пусковую установку. Берем фум-ленту и начинаем собирать всю конструкцию воедино. Вкручиваем манометра в переходник, переходник в тройник, тройник соединяем через прогон с другим тройником, которому подсоединим еще по два прогона. К ним мы подключим, соответственно, шланг и быстрый соединитель Гардена. Не забываем поставить также кран для аварийного сброса давления. Не уверен, что он в принципе нужен будет, но как минимум будем использовать его для того, чтобы сливать из системы лишнюю воду. Все туго закручиваем и идем проверять, как система держит давление. Я качаю автомобильным насосом, запитанным от павербанка. Черт, чем выше поднимается стрелка, тем страшнее. Три атмосферы. Что-то оно встало. Может травят где? Ладно, пробуем. Теперь соберем станину для пусковой. Нам же нужно ее как-то держать в вертикальном положении, правда? Для этого берем хомуты для труб и прикручиваем их к деревяшке. В качестве деревяшки у меня обрезок ОСБ плиты. ОСБ хороший материал, влаги не боится. Вставляем установку под нужным углом. Окей, теперь доделываем ракету. Чтобы ракета летела ровно, приклеиваем к ней стабилизаторы. Я взял свои стабилизаторы от бунтаря. Они из арголита и несколько тяжеловаты, но в принципе у нас рабочее тело это вода и тяги должно хватить. Только нужно поставить нос, головной обтекатель с балластом и нормально выставить центр тяжести ракеты. Для этого ракету удлиняем, добавляем еще соединитель из двух или трех пластиковых бутылок. Всю конструкцию склеиваем суперклеем и идем проверять. Оп, защелка не защелкнулась. Еще раз. Три атмосферы, сдергиваем. И ничего. Еще раз. Теперь накоренилась установка и ракета улетела, но, к счастью, застряла в ветках груши. Ладно, пора улучшать фиксацию и перенести запуски в поле. Попытка номер два. Поехали. И снова неудача. Я сделал целых три сопла на всякий случай. И что? Одно сопло подтравливает около трех атмосфер. Попытка номер три. Я думаю, есть три с половиной. Второе неплотно встает в коннектор. Попытка номер четыре уже без предохранителя. Нет. Три. Придем от четырех. Тоже спускаем. А третье, ну, вроде оно ничего, но хоть ты тресни, насос начинает глохнуть до четырех атмосфер, чихает и дальше ни в какую не хочет качать. А три атмосферы это маловато для нас. Я же говорил, что этот проект я начинал еще до карамельных ракет. Я не говорил, что большую часть работ уже с нормальной установкой из стали и латуни я делал в прошлом году. И из-за соединения, и из-за автомобильного электрического насоса результат, ну, крайне сомнительный, как вы видите. Так быть не должно. Плюнув на все, я в итоге купил обычный ножной насос. Самый простой и самый дешевый. А сопло все-таки распечатал на 3D принтеры. И вышел в поле и сейчас, в этом году. Ну, совсем другое дело. Ну, правда, это около 4 атмосфер. Давайте попробуем выше. Но нет, на этом самом месте насос приказал долго жить. Вот так вот, самый дешевый насос хватило на один раз. Сталь пластилин-3 скрутила в баранье рока, и она порвалась, как дешевая шлифовка. Ну, скупой платит дважды. Заменяем китайский выкидыш на советскую чугунину и идем еще раз в поле, пока не кончились теплые дни. Пять атмосфер. Шесть атмосфер. Наконец-то успех. На последнем запуске оторвало стабилизаторы. Ну, и ладно, собственно, результат достигнут. Ну, и все. Запусков больше не будет, потому что у нас отворились стабилизаторы. Приклеить их не проблема, проблема приехать на поле и вытащить хорошую погоду. Ну, короче, с вами был Илья, и если вам понравилось это видео, то вы знаете, что делать. Безусловно, ставьте лайки, оставляйте комментарии. В общем, подписывайтесь на канал, если здесь впервые. И меня, да, зовут Илья еще раз. И пока-пока. Продолжение следует...